Компаниями-учредителями КПО «Би-Ви» планируется бюджет, составленный по отдельным критериям. Подготавливаются списки жителей района, подпадающих под эти критерии. Далее он одобряется уполномоченным органам ПСА. В рамках этого бюджета компания КПО осуществляет реализацию программ, нацеленных на поддержку социально незащищенных групп населения. Это пенсионеры Бурлинского района, в Оксае и трех сельских округах, расположенных по периметру месторождения Карачагана – при Урале, Жарсуатске и Успеновске. Данная программа заключается в предоставлении санаторно-курортного лечения пенсионерам Бурлинского района. Они очень даже с удовольствием едут, поправляют свое здоровье. И сейчас улучшилось качество обслуживания. Поэтому я очень рад, что именно сегодня на подписании меморандума мы встретились. И, наверное, надо поблагодарить генерального директора Эду Ивлона, вас, отделов по общественным связям и сотрудников отделов. Вторая программа – это летний лагерь, куда компания отправляет детей из малоимущих семей, проживающих в трех сельских округах – при Уральном, Жарсуатском, Успеновском, в том числе села Димитрово, Карачаганак и Жанаталап. В рамках данного меморандума о сотрудничестве в этом году компания финансирует и оказывает спонсорскую поддержку социально уязвимым группам населения, предоставляя путевки в санаторий Акжаик для пенсионеров, в летний лагерь Евразия для детей из трех сельских округов – Успеновского, Приурального и Жарсуатского. А также в этом году мы начинаем стипендиальную программу для выпускников средних школ из Жарсуатского, Приурального и Успеновского округов. Данные программы нацелены на оказание помощи социально уязвимым группам населения Бурлинского района, и тем самым компания КПО «БиВи» оказывает свой вклад в социальное развитие Бурлинского района. Третья программа называется «Стипендиальная» для выпускников школ из этих же трех сельских округов. Стипендиальная программа нацелена на обеспечение доступа в высшие и средние специальные учебные заведения. В основном это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родители, дети из неполных семей. Эта программа начала работать в 2010 году. На сегодня по ней получили образование 20 выпускников. Почему возникла такая идея? Каждый год на сходах, на отчетных встречах Акима района мы слышим о том, что острая нехватка кадров в области образования, здравоохранения. И третий вопрос это то, что выпускники вузов не возвращаются в селоги. И мы решили увязать эту программу с государственной программой с дипломом в село. И статистика наша очень хорошая. Из 20 студентов 18 закончили вузы, техникумы, и многие вернулись в село Бурлинской рамы. И Ормбасар Туллигенович, вот Асмарал мне подсказал перед тем, как сюда идти, они, говорит, даже помогли тем, которые не могли трудоустроиться, во время учебы на практику приезжали. Мы их направляли в район, район направляла в школу. Согласно меморандуму, уполномоченный орган ПСА утвердил бюджет на сумму 100 тысяч долларов. Таким образом, компания КПО вносит свой вклад в устойчивое развитие Бурлинского района. В свою очередь, Аким района поблагодарил компанию КПО за социальную поддержку. И мы, конечно, с большим удовольствием ждем, чтобы эти ребята вернулись и начали работать в благо нашего района. Это, на самом деле, хорошая идея и правильная идея. Мы его полностью поддерживаем и хотим, чтобы в дальнейшем мы также вместе с вами работали. К слову, такой меморандум подписывается один раз в пять лет. И согласно данным программам, отдых пенсионеров и детей и обучение выпускников обеспечивается только на территории Западно-Казахстанской области. Майя Амирова, Тимур Тулебергенов, Азамат Бабагужиев, телестудия Корочеганак.